Число погибших, как и пострадавших в результате протестов в узбекском городе Нукуси, остается неизвестным. Жертвы есть среди мирных жителей и правоохранительных органов, подтвердил сегодня президент Узбекистана Шавкат Мерзиёев. Напомним, что в столице Каракалпакстана накануне произошли массовые выступления против поправок в Конституцию страны. Они должны были лишить республику автономного статуса в составе Узбекистана. О том, что известно на данный момент о происходящем в Нукуси, Deutsche Welle рассказала узбекская правозащитница Надежда Атаева. Присылают на наши официальные аккаунты, видео, всевозможные смс-сообщения. В общем, информация, которая, текстовая, изобразительная информация, приходит она непосредственно от участников событий, от тех, кто находится сейчас в Каракалпаке. То есть от активистов, от людей, которые, в принципе, вышли с требованием сохранить свой суверенитет. Что касается того, какие последние новости. Ну, насколько нам известно, до сих пор в Каракалпаке отключен интернет. Приходят сообщения о том, что разыскивают участников вот этой манифестации. Много задержанных сообщается о смертных случаях. К сожалению, проверить эту информацию пока не представляется возможным. Имена погибших нам пока неизвестны. Атаева отмечает, что определить характер ран пострадавших пока невозможно. Необходимо расследование, уверяет правозащитница. Основными источниками информации остаются местные телеграм-каналы, поскольку никакие зарубежные и местные информагентства не допущены к работе, отмечает директор информагентства Фергана Денис Кислов. Приходится фильтровать информацию активно. Но вроде получается такая картина, что в Нукусе и нескольких других крупных городах Каракалпакстана идет зачистка, скажем так, то есть полицейская операция по выявлению зачинщиков и активистов протеста с целью их ареста, скажем так. И риторика президента, который вчера выступал перед парламентом в Нукусе перед парламентом Каракалпакстана и сегодня, сейчас опять, только что выступил или еще выступает перед парламентом, она заставляет нас задумываться о том, что зачистка эта будет достаточно жесткой. А местные жители пишут из Нукуса, что в городе все тихо, спокойно. Я думаю, зачистка идет по квартирам, по дворам как раз тех активистов, которых идентифицировала власть и теперь нейтрализует. Отметим, что в субботу, 2 июля, полиция задержала литеров пятничного протеста. В тот же день в Нукус прибыл и президент Узбекистана. В результате визита Мерзиёев ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения на месяц. Об этом говорится на официальном сайте президента. Кроме того, он тут же выступил за сохранение пунктов о суверенитете республики в конституции Узбекистана. По мнению эксперта по Центральной Азии, за протестами может стоять провокация узбекских спецслужб. Доведя дело до кровопролития и быстро решив вопрос, президент Мерзиёев сможет решить ряд внутриполитических вопросов, уверен Даниил Кислов. Так вот, двух зайцев, которых убивает Мерзиёев. Первый, он весь в белом. И вопрос о каракалпасском суверенитете на долгое время будет снят, потому что в конституции он останется, но будет лишь формально. А второй зайц, который убит президент или будет убит президентом на днях, это ликвидация всех зачинщиков, всех активистов, всех адвокатов, всех блогеров, всех тех, кто выступал на митинги, чтобы неповадно было в будущем никогда больше поднимать этот вопрос, который даже прозвучал на митингах о независимости. На то, что президент подозрительно быстро передумал оставлять чувствительные поправки об автономии каракалпакстана, обратила внимание правозащитница Надежда Атаева. Насколько я знаю, об этом оповестили население через СМС, то есть через мобильные телефоны. А, наверное, было очень важно выйти к митингующим и заявить об этом, выслушать людей, которые хотят быть услышанными. На самом деле это такая, знаете, уступка, которая позволяет ему снизить уровень внимания к тем статьям, которые позволяют ему обнулить свой срок. Понимаете, вот в этом весь и состоит механизм хитрости этой власти. Поправки, касающиеся каракалпакстана, были частью более широкой конституционной реформы, которая увеличит президентский срок с пяти до семи лет. В случае, если реформа будет одобрена на предстоящем референдуме, то срок Мерзиёева обнулится. Он сможет баллотироваться еще дважды. Продолжение следует...